Рак груди это не та тема, которую обсуждают с подругами в кафе и даже на едине с собой не каждая женщина готова вникать в эту проблему. Но тем не менее один раз в год осенью, когда проходит месячник осведомленности о раке груди, может быть стоит отбросить страхи, задуматься и ну хотя бы пройти обследование. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста. Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Иван Балык, врач-онколог отделения опухолей и молочной железы номер один Самарского областного онкологического диспансера. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Октябрь – это месячник осведомленности о раке груди, а не борьбы с раком груди, как ошибочно переводят. А все-таки почему осведомленности? Ну, наверное, потому что многие жители нашего региона, да и не только нашего региона, не знают, насколько много патологии молочных желез в настоящее время встречаются среди женщин. И, соответственно, хотелось бы донести им, насколько важна эта проблема, насколько выросли в наше время возможности по лечению данных патологий молочной железы и, соответственно, насколько можно продлить качество самой жизни. Вы, как доктор, который занимается лечением рака молочной железы, о чем больше всего горюет, что вас больше всего огорчает, настораживает, может быть? Ну, наверное, как и любые другие врачи других специальностей, больше всего меня огорчает позднее обращение пациентов. К сожалению, это так. И хотелось бы и в рамках месячника в борьбе и осведомленности в сраке молочной железы также напомнить всем женщинам о том, что ранняя диагностика и раннее обращение к специалисту – это залог успеха лечения и длительной и качественной жизни. Ну, вот сейчас мы как раз поговорим о том, что нужно на эту тему и знать. А скажите, вот, ну, например, из 10 пациенток, которые к вам пришли, сколько из них пришли на ранней стадии? В последнее время у нас наблюдается очень положительная тенденция и все-таки из 10, скорее, около 6-7 пациенток у нас все-таки довольно на ранних стадиях и все больше и чаще становятся на первой стадии. Это не может не радовать. Соответственно, и объем лечения уменьшается, и, соответственно, качество жизни на фоне этого лечения не страдает. То есть процентов 70 где-то, да? Корректировочно, да. Где-то около 70% все-таки обращаются у нас на ранних первой-второй стадии заболевания. А вот различные ресурсы сообщают о том, что все-таки рак груди прогрессирует и растет с каждым годом, увеличивается количество заболевших. Так ли это на самом деле? Что вот вы по Самарской области видите? Ну, вы знаете, формулировка то, что количество заболеваемости растет, скорее, может быть, диагностика улучшается. И, скажем, это и позволяет нам больше выявлять женщин, в том числе и на ранней стадии заболевания. Осведомленность женщин, опять же, возрастает ввиду каких-то тех же самых телепередач, которые позволяют женщине задуматься о состоянии здоровья. И на фоне этого, конечно, обращаемость увеличивается, выявляемость увеличивается и увеличивается, разумеется, на фоне этого заболеваемость. Что касается заболеваемости по Самарской области, то за 22-й год у нас выявлено 1880 пациенток с заболеванием рака молочной железы. Хочется сказать, что из них на первой и второй стадии выявлено больше 71%. То есть это очень хороший показатель. А можете сравнить эту цифру с каким-то годом до? У нас несколько больше. В районе 4% мы улучшили показатели. То есть мы с года в год стараемся эти показатели улучшать. И, в частности, касаемо выявляемости, в данном случае на ранних стадиях у нас положительная тенденция наблюдается. – Если я вас сейчас спрошу причины, почему появляется рак груди, то, скорее всего, как большинство, наверное, онкологов, работающих вот с этой такой непредсказуемой болезнью, вы мне скажете, что… Что вы мне скажете? – Вас интересует, в первую очередь, почему он появляется? Ну, этот вопрос, на самом деле, очень сложный. До конца никто, наверное, не сможет вам ответить на этот вопрос. Единственное, много разговоров ведется про генетическую предрасположенность, так сказать, наследственность, отягощенную. Хочется сказать, что в среднем, в среднем, где-то от 3 до 10% всех случаев рака молочной железы только приходится на наследственные заболевания. – Немного. – Немного, немного. А больше 90% – это все-таки спорадические случаи, то есть те случаи, которые не были генетически обусловленными для того, чтобы развивалось это заболевание. – Ну, факторов достаточно много. Если говорить про факторы, которые, скажем так, зависящие от женщины, то, наверное, в первую очередь, это поздние роды, отсутствие родов, ранние минархи, гормональные нарушения, алкоголь, курение, избыточный вес тела, сахарный диабет. Все эти факторы в совокупности, они, к сожалению, отягощают вероятность возникновения данного заболевания. – А поздние роды угрожающий фактор? – Поздние роды относятся именно к таковым. – Хорошо. Мы с вами, в общем-то, начали с того, что за своим здоровьем, в том числе и в этой области, необходимо следить. А когда начинать следить все-таки за здоровьем молочной железы? С какого возраста? – За здоровьем молочной железы, наверное, стоит начинать с 19-летнего возраста девушки. И, соответственно, здесь уже не только самообследование молочных желез, наверное, важно, но и уже важны дополнительные методы исследования. Можно уже проходить УЗИ молочных желез. В более позднем возрасте, старше 40 лет, можно уже проходить маммографию. И, соответственно, именно то, как женщина будет следить за своим здоровьем и позволит нам выявить на самых-самых каких-то ранних стадиях, предпосылках, то заболевание, которое может уже спровоцировать грозное заболевание рак молочной железы. – Вокруг онкологии вообще очень много мифов и страхов. И вы сказали, что маммографию нужно проходить, но есть мнение, что это облучение и что это может как раз-таки спровоцировать развитие раковой опухоли. Ну, достаточно распространенный миф, на самом деле. Хочется сказать то, что маммография не несет высокой дозы облучения, и при прохождении регламентированной графики там не имеет никаких возможностей просто привести к раку молочной железы. Это точно. – Можно ли вообще как-то заподозрить о начинающемся заболевании? – Ну, что касается заподозрить, наверное, опять мы немножечко отодвинемся к предыдущему вопросу. Если девушка, женщина занимается регулярно самообследованием молочных желез, что, собственно, она и должна выполнять… – А это эффективно вообще сразу про самообследование? – Это очень эффективно. Это очень эффективно, который… Этот метод самый доступный, самый простой, но в то же время дающий первичную информацию о состоянии молочных желез, потому что никто лучше, кроме как сама женщина, не знает состояние своих желез. И ни один врач не может мельчайшие изменения почувствовать. Женщина сможет при своевременном и, самое главное, при регулярном самообследовании молочных желез. – Ну, как регулярном? Каждый день? – Каждый день, наверное, смысла нет. А вот ежемесячно, где-то ориентировочно, в один и тот же день цикла, с третьего по восьмой день цикла, там молочная железа наиболее расслабленная и регулярно, ежемесячно, в один и тот же день. А уже женщины в постменапузальном периоде, они могут уже проходить в любой день. Самообследование не представляет ничего сложного. Здесь единственное, что это внимательность самой женщины. То есть осмотреть бюстгальтер элементарно на наличии каких-либо выделений, осмотреть положение стоя перед зеркалом, можно после душа, осмотреть состояние кожных покровов молочных желез, осмотреть состояние сосково-арьерного комплекса, состояние контуров молочных желез, нет ли где-то изменений каких-то, нет ли покраснений, пигментации какой-то той, которой не было до этого. То есть женщина, она может сравнивать, у нее есть возможности, у нас у врачей нет, мы можем видеть только то, что есть сейчас, а вот именно то, что было вчера, позавчера, месяц, два назад, мы этого не можем знать, а женщина может знать. И вот именно это и позволяет ей заподозрить неладное уже на самых-самых ранних и начальных стадиях. И не только именно злокачественного заболевания, это касается и доброкачественных заболеваний. У нас огромное количество доброкачественных заболеваний, которые протекают и возникают в раннем стадии, в раннем возрасте. То есть это и в 20, и в 25 лет вполне возможно возникновение. Также огромное перечень мастопатий, которые тоже так же возникают и не несут серьезной опасности для женщин, но в то же время определенный дискомфорт приносят. Соответственно, именно самообследование – это то, с чего надо начинать, соответственно, то, что на протяжении всей жизни нужно женщине делать. – Я много раз слышала, что самообследование мешает психологический фактор, то есть страшно. – Вы знаете, на самом деле, если мы самообследуем здоровую железу, ничего страшного в этом нет. – А вдруг? – А вдруг. Но если месяц назад ничего не было, значит, очень высокая вероятность того, что не будет и сегодня. А если бы мы не обследовали их никогда, то, конечно, в данном случае это страх. И страх, в первую очередь, не только за молочную железу, но и за жизнь, потому что это очень важно. – Мы уже начали с вами говорить про методы диагностики, и я предлагаю сейчас все-таки на минутку покинуть студию. Давайте вместе со зрителями посмотрим сюжет, который мы снимали буквально сегодня, и продолжим разговор. Около пяти тысяч онкологических заболеваний на ранних стадиях с начала 2023 года выявлено в Самарской области. 781 случай приходится на рак молочной железы. Всего в регионе на диспансерном учете стоит около 20 тысяч пациенток с раком молочной железы. В Самарской области созданы все условия для быстрой и своевременной диагностики этого недуга. В рамках реализации федеральной программы и ее регионального компонента «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая поддержана Дмитрием Игоревичем Азаровым, губернатором, сегодня реализуется открытие сеть центров амбулаторно-онкологической помощи, направленных также на диагностику, верификацию онкопатологии, в том числе и рака молочной железы, потому что все центры оснащены современными установками маммографическими, которые соединены в единый контур вместе с онкодиспансером и работают в единой сети. Современная диагностика рака молочной железы включает в себя несколько методов. Первичное обследование на приеме участкового гинеколога. При пальпации молочной железы врач дает свои рекомендации. При необходимости пройти дополнительное обследование у маммолога-онколога. В возрасте от 18 до 40 лет показано ежегодно проходить ультразвуковое обследование. После 40 – маммография. Последнее включено в скрининг при диспансеризации в поликлиниках по месту жительства. В отдельных случаях назначается магнитно-резонансная томография. Не стоит забывать и о самообследовании. Ежемесячно, во время принятия душа, нужно осматривать, пальпировать свои молочные железы. По часовой стрелке, от периферии к центру. Если, не дай бог, сама пациентка находит уплотнение, нужно себя посмотреть через сутки. Если это уплотнение сохраняется, то незамедлительно нужно обратиться к врачу-маммологу-онкологу или участковому гинекологу. Для постановки окончательного диагноза и определения методов лечения проводится исследование тканей путем биопсии. Во всех случаях опухоль удаляется консервативным путем. Однако комплексное лечение онкопатологии предполагает дополнительную терапию, которая определяется, исходя из морфологии опухолевых клеток. Важно то, что именно какие рецепторы несут на себе эти опухолевые клетки, чтобы потом в дальнейшем можно было назначить конкретные лечения. Кому-то это положено гормонотерапией, если много рецепторов к астрогену, прогестерону на опухолевой клетке, они будут подавлять рост опухоли. Кому-то будет показана химиотерапия, когда мы не видим этих рецепторов и не видим точек приложения, тогда будет общая химиотерапия. И вот в последнее десятилетие, скажем, это наиболее актуально, это иммунотерапия. Мы определяем опухолевые клетки, которые несут на себе рецепторы к педель статусу. Врачи Самарского онкодиспансера призывают женщин быть внимательным к своему здоровью, своевременно проходить обследование и в случае подозрений незамедлительно обратиться к врачу. Если вдруг вы только что подключились к нам, сегодня в нашей студии Иван Балык, врач-онколог Самарского онкодиспансера. И мы говорим про заболевание молочной железы. Вот сейчас и главный врач говорил по поводу обследования, и мы с вами говорили по поводу обследования. А давайте тогда, может быть, вот прямо сейчас объясним, где можно пройти это обследование. Тем более, что люди же нас, наверное, не только в Самаре смотрят, но и в других районах области. Ну да, это очень актуальный вопрос на самом деле. Но начинать обследование надо с места жительства, с поликлиники, с места жительства. В первую очередь это обратиться к терапевту, к онкологу, к мамологу, кто ли есть на местах, и, соответственно, обсудить проблемы в первую очередь с ними. Дальше уже, если возможности поликлиники по месту жительства, скажем, недостаточно для того, чтобы уточнить или верифицировать процессы, которые развиваются в молочных железах. Соответственно, как уже Андрей Евгеньевич сказал, в нашей регионе довольно активно открывается Центр амбулаторной и онкологической помощи, которые на самом деле оснащены превосходным оборудованием и превосходные специалисты, где работают. И на базе этих центров уже можно получить более уточняющую диагностику. И в случае необходимости специалисты направят уже самарский онкодиспансер, если будет такая необходимость. Ну, в основном это так должно происходить. А вот если женщина занимается самообследованием, ничего ее не настораживает, это значит, что все, можно спокойно жить? Давайте вот уточнимся. Но жить-то спокойно нужно, это правильно. Жить спокойно нужно, однозначно. Ну, в любом случае, прохождение хотя бы один раз в год УЗИ молочных желез, это очень-очень желательно было бы до 40 лет. А дальше уже, как в ролике сейчас упомянули о том, что после 40 лет все-таки желательно уже проходить маммографию раз в два года, тем более, что она входит у нас в рамки диспансеризации. И при таком наблюдении, конечно, уже риск что-то пропустить, наверное, уже сводится к минимуму. Поэтому прислушиваются женщины и должны выполнять. А вот мы с вами говорим «женщины-женщины», потому что вроде бы молочная железа – это атрибут женский. А касается ли данное заболевание мужчин? Вы знаете, рак молочной железы по отношению к мужчине на самом деле тоже применим. И, к сожалению, он тоже их касается. Можно немного формулировку изменить. Рак грудной железы, что более правильно, потому что у мужчин все-таки остался рудимент от молочных желез, они как таковой железы там нет. Но, тем не менее, данная патология, к сожалению, касается и их. Она касается их в сто раз реже, чем у женщин. Но хочется сказать, что, несмотря на это, само заболевание протекает достаточно агрессивно. Гораздо агрессивнее, чем у женщины. И все лечение будет, в общем-то, направлено на стабилизацию данного процесса. Также будет и операция, также химиотерапия, учевая терапия в случае необходимости. Из статистики могу сказать, за 2022 год выявлено 9 случаев. Я думала, вы скажете 1 или 2. Нет, я вам скажу 9. Это, скажем так, средний достаточно показатель. Поэтому мужчины тоже должны, как ни странно, заниматься самообследованием. Я не говорю про маммографию, я не говорю про УЗИМ. А вот что их должно насторожить? Ну, наверное, при самообследовании все-таки наличие каких-то уплотнений в своих грудных железах. Тут однозначно это начинается с этого. Но, так как я уже сказал, объем железы, рудимент железы очень мал, поэтому опухоль растет достаточно быстро, агрессивно. И за короткий промежуток времени она может выйти на поверхность кожи. То есть это можно даже визуально, без пальпации, это будет заметно. К сожалению, такая ситуация складывается часто. А вот эти 9 человек, они обратились к вам на какой стадии? Ну, вы знаете, мужчины довольно своеобразные. Вы сейчас хотите сказать настороженные или наоборот? Менее настороженные, чем женщины. И относятся к своему здоровью по-разному, конечно, все. В любом случае, рак грудных желез у мужчин выявляется больше на запущенных стадиях. То есть когда уже эти... Когда это заболевание уже начало давать метастазы. То есть, как правило, именно наличие эстетически пораженных подмышечных, подключечных лимфозов в первую очередь мужчину и провоцирует на обращение в поликлинику. Потому что просто мешает что-то подмышкой. Ну, конечно, им, наверное, кажется абсурдным, что вообще может быть такое у мужчин. Да, но тем не менее такое и есть. И, конечно, мужчинам здесь тоже надо, как я уже сказал, обращать внимание на состояние своих грудных желез. В том числе и на наличие каких-либо выделений из сосков. И на наличие образования в самих железах. Ну, а давайте про лечение все-таки теперь поговорим. Ну, я понимаю, что на разных стадиях разные лечения. И более того, наверное, разновидности опухоли не одна уж точно, да? Очень не одна. Соответственно, как уже тоже в ролике сказали, то есть рак молочной железы и самая морфология этого заболевания такова, то, что мы выявляем, благодаря иммунгистохимическим исследованиям, мы выявляем наличие рецепторных рецепторов на клетках этих опухолей. И в зависимости от этих наличия или отсутствия рецепторов гормона, гормона, эстрогена, прогестерона, вся масса этого заболевания делится на, скажем так, пять подтипов, грубо говоря, молекулярно-генетических, если мы говорим. Это у нас где-то, в некоторых странах выделяют гораздо больше. То есть, соответственно, вот пока мы имеем дело вот с пятью. И лечение каждого этого молекулярного подтипа мы постраиваем с уже разработанными клиническими рекомендациями Российской ассоциации онкологов, которые строго прописывают нам очередность какого-либо лечения, скажем так, на каждой стадии. То есть, первая стадия – это не говорит о том, что это будет сразу начинаться с операций. Далеко не всегда наличие небольшого образования и отсутствие метастазов в региональных лимфоузлах говорит о том, что достаточно убрать этот узел, как в мыслях у многих женщин, достаточно просто вырезать, и, в общем-то, она пойдет домой. К сожалению, нет. Потому что в этиологии этого заболевания таковато, что это все-таки имеет еще и системные какие-то компоненты. Поэтому, убрав только одну опухоль, мы не остановим этот процесс. И неминуем будет рецидив, неминуем будут отдаленные метастазы. Ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому, в зависимости от именно иммуногистохимического статуса этой опухоли, возможно, даже при первой стадии начинать лечение с химиотерапией. Возможно, комбинированное лечение. В частности, если мы говорим про органсохранную операцию, возможно, начинать с химиотерапией, затем операция, затем учевая терапия. То есть, методов лечения, их комбинаций достаточно много. И при каждом подтипе рака молочной железы мы должны выбрать именно верный. Иначе это приведет к ошибке. А операция, она, тем не менее, в любом случае неизбежна? Или я вас неправильно поняла? Операция, скорее всего, неизбежна в данном случае. Потому что, все-таки, какая бы ни была химиотерапия, насколько она не стабилизировала опухолевый процесс, но сказать, что это полностью альтернатива оперативному лечению, к сожалению, на данный момент нельзя пока сказать. А тогда, я не очень поняла, вы говорите, что и узел удалить нельзя неэффективно, потому что не даст результата. И операция неизбежна. А о каком тогда сохранении органа мы вообще говорим? Так вот именно то, что именно комбинация этих методов лечения, она и позволяет нам сохранить и грудь, и вылечить это заболевание. То есть, ее не обязательно придется удалять? Не обязательно удалять полностью, по крайней мере, в каких-то случаях. В каких-то случаях. Опять же, это все индивидуально, но все зависит от стадии распространенности, да и от желания женщины, потому что бывает далеко. Не всегда женщина хочет сохранить свою грудь, как ни странно. Как ни странно. И некоторые приходят и говорят, что мне лучше сразу, лучше все, и чтобы мне было спокойнее. Но это уже психологический момент. Тем не менее, возможно выполнение как органсохранных операций, то есть, когда мы удаляем часть молочной железы вместе с этой опухолью, и, соответственно, дальше уже проводится при необходимости химиотерапевтическое лечение, учевая терапия на данную область для того, чтобы стабилизировать и локализовать процесс. В некоторых случаях, к сожалению, при более запущенных стадиях, конечно, выполнять органсохранные операции уже противопоказанно и нерационально. В таком случае уже есть варианты, либо если женщина настаивает полностью удаляем молочную железу, радикальное лечение, либо можно всегда выполнить пластическую операцию по восстановлению молочной железы. – Пластическая операция – тоже вопрос интересующий многих. Она выполняется одновременно с лечением, либо нужно подождать какое-то время и потом заниматься пластикой? – Также индивидуально, как и всегда, надо подходить к каждому пациенту, но есть моменты, когда выполнить одномоментную пластику, к сожалению, не представляется возможным, ввиду того, что если опухоль слишком больших размеров, если она выходит на кожу, если у нас есть вовлечение в опухолевой процесс уже сосково-ареолярного комплекса, в таком случае говорить о сохранении части молочной железы, либо кожного чехла для последующих пластических операций, не приходится, невозможно это сделать, ввиду того, что мы не должны забывать это, онкологическая безопасность. В первую очередь мы должны помнить о ней. Поэтому в данном случае целесообразно молочную железу удалить полностью и пройти лечение, необходимое данной женщине в данном случае, окончательно, и спустя какое-то время уже она может обратиться для реконструкции, отсроченной реконструкции уже молочной железы. В первый момент для многих пугающий ужас, ужас, связанный с операцией, в том, что нарушается эстетика. Но на самом деле ведь гораздо важнее сохранить качество жизни после операции. За счет чего можно это сделать? Как Вы это выполняете? Ну, смотрите, операции однозначно, они несут довольно серьезный урон психике женщины, это даже не обсуждается, поэтому всегда, в каждом случае с нашими пациентками работают психологи, которые изо дня в день беседуют с пациентками, дают им важные, ценные советы, которые непосредственно помогают им жить дальше. Женщина должна понять то, что у нее жизнь продолжается, и настал период в жизни, когда ей достаточно, пусть не просто, но тем не менее она должна пройти то лечение, тот объем массива лечения, который на нее упал в данный момент, но потом она будет жить. И это самое главное. И наша цель, как врачей, докторов, как хирургов, как и других специалистов, которые будут с женщиной проводить лечение, общаться и какие-либо манипуляции проводить, донести до нее то, что в первую очередь весь наш коллектив старается вселить в нее уверенность в дальнейшем, в завтрашнем дне. Это самое главное. Без этой уверенности никак. Поэтому работа психолога здесь, на мой взгляд, является одной из очень и очень важных аспектов. Иван Васильевич, хотел у Вас в завершении попросить назвать топ-5 мер профилактики рака молочной железы, но у нас нет на это времени. Давайте топ-3 и прям... Самообследование. Прям быстро самообследование. Самообследование. Регулярное обследование, которое, как мы уже сказали, УЗИ молочных желез, маммографии. И третье. И третье, конечно же, здоровый образ жизни. Сегодня в студии у нас был врач-онколог Иван Балык. Мы говорили о раке молочной железы, поскольку идет месяц осведомленности о раке молочной железы. И надеюсь, что Ваша осведомленность после этой программы станет хотя бы чуть-чуть повыше. Благодарю Вас, Иван Васильевич. Спасибо большое. Удачи. Всего хорошего. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин